В трагедии закончился конфликт между охотниками и жителем садоводческого товарищества Ведрусия, недалеко от поселка Ильский Северского района. По версии следствия, 17 ноября около 10 часов 40 минут между тремя охотниками и местным жителем возникла словесная перепалка. В результате один из охотников произвел в сторону своего оппонента не менее двух выстрелов из охотничьего ружья. В результате у пострадавшего сквозная рана ноги. Также поврежден принадлежащий ему автомобиль. В последующем недалеко от места происшествия был обнаружен стрелявший охотник. Мужчина выстрелил себе в область грудной клетки. По данному факту проводится проверка. Сложившая ситуация, она конфликтная с самого начала. То есть есть поселение, жилой населенный пункт и есть граница охотугодий, которые накладываются на наше поселение. То есть в частности это часть поселка Ильского, мы входим практически в генплан и ежегодно сюда приезжают массово охотники и практически каждый день происходит канонада, стрельба, причем жилые дома, люди. И конфликты происходят ежегодно. Ежегодно, потому что постоянный наезд охотников и естественно постоянные жители, которым это не нравится, что ходят, во-первых, по участкам, вдоль домов, это все очевидно. Не у всех есть, допустим, непроходимые заборы, но абсолютно у всех есть четко видимые границы. Либо колышки, либо живая ограда. Конфликт между охотниками и поселенцами действительно давний. Где заканчиваются участки жилых домов поселка и начинается охотничье угодье, на практике определить тяжело. Лесной массив сам по себе не имеет границ. Суть заключается в том, что Северская районная организация имеет в пользование территорию охотничьих угодий. На данной территории несколько лет назад поселились люди, которые живут в лесу. Территория не является населенным пунктом или не обозначена как-то, не аншлагирована на местности. Люди выходят на охоту в лесу, по факту натыкаются на какие-то дома, строения, сооружения. При проходе мимо этих домов получается, что оттуда с этих домов выскакивают люди, так сказать, не представляется ничего. Охотников провоцируют на скандал, пытаются препятствовать охоте, пытаются забрать документы. Но вот в результате недавний конфликт прошел по аналогичному сценарию, но с более тяжкими последствиями. Некоторые дома огорожены капитальными заборами, но есть строения, где никаких видимых ограждений нет. Или они лишь условно обозначены. Участки в буквальном смысле находятся в лесу. На местности границы никак не обозначены. Единственное, там несколько участков буквально имеют, наверное, какие-то заборы. Все остальное, по факту, дом находится в лесу и никаких ни заборов, ни ограждений, ни предупреждающих табличек. Ни мы, ни охотники никто не может увидеть. В свою очередь, жители Ведруйси уверены, несмотря на все конфликты, сложившуюся ситуацию можно решить. И решение данной проблемы, оно очевидно, это нужно нормативными документами, нормативными базами привести в порядок. Соответственно, если населенный пункт, он должен быть населенным пунктом, никаких охот угодий не должно быть, накладываться на данный план поселка. И тогда вопрос будет решен. Не будут выдаваться сюда разрешения охотникам, будут они проводить свой досуг в другом месте, отведенном, законном. И, соответственно, у нас будет комфортная, безопасная среда. Информация о том, что охотники находились в состоянии алкогольного опьянения, официального подтверждения не получила. За последние, наверное, лет 6-7, если не больше, нет официальных данных, не выявлено ни одного случая нахождения охотника в охотничьих угодьях в состоянии алкогольного опьянения. Также, со слов правоохранительных органов, охотники, которые там были, они не были в состоянии алкогольного опьянения. И вот этот вот бред, что охотники на охоте пьют, напиваются и ходят с ружьями, но он не имеет факта быть. Хотя бы взять статистику, то, что не выявлено таких случаев за последние несколько лет, вот этот факт, он есть. Пользователи социальных сетей комментируют ситуацию по-разному. Поддержку в интернет-пространстве получили обе стороны конфликта, которые отметились резкими высказываниями о случившемся. В любом случае ситуация требует скорейшего урегулирования. Произошедший трагический случай ярко этому подтверждение.